Всем большой привет! То блюдо, которое я хочу сегодня приготовить, это налистники. Налистники, безусловно, отличаются от блинчиков. Это самые тонюсенькие блины, которые вообще готовят хозяйки. Как правило, они готовятся на различные праздники, на какие-то ритуальные моменты. И отличительная черта еще от блинов в том, что налистники всегда готовятся с начинкой. Получается тончайшее, нежнейшее тесто. Продукты для этого рецепта лучше брать, конечно, домашние, деревенские. Но и из супермаркетов тоже неплохо получается готовить. Это тоже будет вкусно. Налистники это то блюдо, которое готовят из жидкого пресного теста. Выпекается оно на горячей сковороде, но, впрочем, как и любой другой блин. На первый взгляд, это просто блины с начинкой. На самом деле, оболочка тончайшего блина, она служит как раз для того, чтобы оттенять начинку. Отличается вкусом и свойствами. Это более тонкие блины, они эластичные. И выпекаются так, чтобы в них удобно было заворачивать, как я уже сказала, начинку. У нас, как правило, это готовят в качестве начинки, это творог. Мы не делаем сладкий, но, может быть, чуть-чуть добавляется сахар. Скорее всего, даже ванильный сахар для того, чтобы чуть-чуть оттенить, но не сладкий. Хотя я знаю, что многие готовят как раз сладкие налистники. Иногда налистники делают и заворачивают вишню в собственном соку и заливают сметаной. Вот это так называемые дрова под снегом, которые делает торт. И вот так же налистники подают. Реже делают с мясной какой-то начинкой. Но все-таки для мясной начинки больше подходят блины в том понимании, в котором они готовятся на масленицу. Ну что, сейчас я покажу продукты, которые мне необходимы. И начнем готовить тесто для этих тончайших, нежнейших блинчиков. Приехали. Здесь у меня представлен набор продуктов, которые мне будут необходимы. Я нашла у себя дома такую книжку. Когда-то мне дарила моя подруга Мариночка, привет, дорогая, больше 25 лет. Лет 30 назад, наверное, ну почти 30. Тут даже есть рецепты, написанные ее рукой. Мариночек, пользуюсь до сих пор. Так, сейчас найдем рецепт, хотя я его и так помню. Мариночек, твоя ладья из кабачков. Твой почерк. Написано Мари наверху. Так, итак, для аналитников мне необходимо литр молока. Ну, здесь у меня два пакета, потому что в пакете 900 грамм я еще из второго пакета немного добавлю. 10 яиц. Как раз вот эти блины, они отличаются большим количеством яиц. На литр молока 10 штук. Три стакана муки, ну 600 грамм я отмерила. Щепотка соли и растительное масло. 100 грамм растительного масла. Никакого разрыхлителя, никакой соды, ничего нам не нужно. Вот все, что необходимо. Ну, естественно, большая миска, в которой нужно все это размешать. И приступаем, собственно, к самому действию. Так, для начала яйца я помыла. У меня здесь 10 штук, из которых 2 домашних. Ну, просто так не оказалось у меня больше. Ну, посмотрим, какие магазинные. Ну, они тоже, кстати, очень такие достойные. Желток. Разбиваем яйца. Не делю на составляющие, на белок, на желток. Сразу все разбиваю. Конечно, лучше бы делать было бы из полностью домашних яиц. Но сегодня вот таким вот образом. Но хочу сказать, что не сильно домашнее яйцо и отличается от этого магазинного. Хорошие яйца. Просто они немножко крупнее. Щепотка. Соли. И перемешиваю венчиком. И взбалтываю в однородную массу. И сейчас сюда буду просеивать муку. Ну, мука чистая, но все равно я ее просею. Так, частями. Мне просто нравится это действие само. С такой икеистой штучкой. Вообще, конечно, эти блинчики, эти налистники чаще всего готовятся как раз на праздники. И у нас приближается светлый праздник. Престольный в городе, храмовый, в честь архангела Михаила. И еще для меня этот праздник такой особый, потому что в селе, в котором жили мои предки, бабушки, дедушки, тоже в этот день был храмовый престольный праздник. Бабушка всегда готовилась к этому дню, всегда приезжали гости. Это село Плоти Рыбницкого района. У меня есть несколько видео оттуда, вот, и с источником, и с двором, и в окрестностях. Так, вот, приезжали из соседних сел, из соседних государств, когда, в принципе, это было одно государство. Приезжали родственники с дедушкиной родины, с села Лабушно. Это Кодымский район Одесской области. И вот бабушка всегда готовилась, большие такие делала, накрывала столы. И неизменным блюдом всегда были налистники. Ближе к концу застолья они подаются. Это не совсем десерт, потому что у нас, как правило, я сказала, их подают с творогом и иногда с вишнями. Но все же это такое блюдо уже ближе к завершению застолья. Так, я слегка уже тесто перемешала, но еще не до конца у меня вся мука размешалась. Поэтому я волью немного молока, чуть-чуть так пока. Ну, в принципе, мы все умеем печь блины. Ну, вот опять же, я скажу, что отличительная особенность от обыкновенных таких блинов масленичных в том, что в налистниках много-много яиц. Так, добавляю постепенно молоко и перемешиваю. Можно это сделать миксером для облегчения, для того, чтобы разбить вот эту вот комковую массу. И, скорее всего, я и воспользуюсь, может быть, не знаю, может быть, погружным. Бабушка это дело делала даже не венчиком, а просто вилкой. Так, я слегка поменяла дислокацию. И по консистенции теста я вижу, что мне все-таки не хватает жидкости. Поэтому еще я должна сюда грамм 100 молока долить. И еще такой момент. Сахар я не добавляю, потому что от сахара блины горят. В любые блины я сахар не добавляю. Ну, только в дрожжевые, для того, чтобы дрожжи начали работать. Немножко, совсем немножко ванильного сахара. Это даже столько не как сахара я добавляю, а как ваниль, чтобы ароматизировать. И сюда же надо влить 100 грамм растительного масла. Ну, я так на глаз. С тем, чтобы, когда они будут выпекаться, сковородку уже не смазывать. И я решила все-таки взять погружной блендер. И сейчас я погружным блендером эту массу еще немножко взволную. Так, все. Замечательное получилось тесто. Без комочков. Но я его все равно минут на 30, на 40 оставлю. Пусть тесто отдохнет, настоится. Вот оно такое, жиденькое. Вот прекрасные, тонкие, замечательные блинчики. Все, встретимся. Ну, в реальном времени у меня пройдет минут 30-40. А с вами через пару секунд накрою тесто вот так вот полотенечками. Пусть оно себе отдыхает. Ну, что, прошло у меня не 30 и не 40 минут, а гораздо больше. Абсолютно гладкое, однородное тесто. Оно отдохнуло, клейковина развилась. И уже можно приступать к выпеканию блинчиков. Чем я сейчас, в принципе, и займусь. Итак, включаю сковородку. Буду выпекать на такой небольшой сковородочке. Вообще, наличники отличаются тем, что вот на краешек выкладывается начинка, заворачивается трубкой. Но мы в последнее время, ну, не в последнее, может быть, даже, сколько я себя помню, делим на 4 части и потом заворачиваем такими конвертиками маленькими. Их еще у нас называют мули. Сковородка нагреется, я сделаю огонь такой умеренный, средний. И налью немножко масла. Ну, это только первую. Первый блин. Так, немного растяну по сковородке. Вот так вот по... Даже вот эти излишки масла я солью сюда в миску с тестом. Нам не нужно, чтобы было много. А кисточку пока далеко убирать не буду, вдруг пригодится. Сейчас попробую, обмакну вот так вот нож и на сковородку. Все, в принципе, процесс прошел. Можно тесто выливать. Да, сначала сделаю огонь, тише. Набираю в половник тесто, выливаю на сковородку. Ну, я тут Америку не открываю. Блины умеют печь все. Теперь посмотрим, каким он получится, вот этот наш первый блин. По одной из версий, первый блин был создан совершенно случайно. Он стал результатом того, что повар ошибся в далекой древности. И однажды, разогревая на сковородке овсяный кисель, он зазевался, замотался. И блюдо пригорело. Так вот, таким вот образом родился первый блин из овсяного киселя. Вот. А есть еще такая версия, что история с блинами начинается с древности. И вообще само происхождение слова имеет отношение к славянскому блин. Так назывались все изделия из муки в то время. Еще до появления Масленицы, тогда еще на Руси, не принявшей христианства, очень весело и шумно отмечали другой праздник, который называлось Комоедица. Комоедицы называли, тадам, медведей. А торжество, которое длилось две недели, было посвящено пробуждению медведя из спячки. Так, заливаем следующий блин. Много налила, но ничего страшного. В общем, торжество, посвященное этому дикому зверю, тому, что он весной пробуждался. И вот как раз называлась Комоедица. Блины были одним из даров, которые приносили мишкам прямо к берлоге. Их пекли рано утром для именно проснувшегося медведя. И вот как раз тогда появилась пословица первый блин Комом через А. То есть Комом, медведям, Комом, Комы. Вот, оказывается, как правильно надо произносить. А совсем не от слова Ком. Это уже более современное такое прочтение этой пословицы. Поэтому он у меня совсем не Комкообразный получился, а хороший, тоненький. И вот он для мишки будет такой вот блинчик. Совсем он у меня не Комом, но для Комов. Смотрите, в тесте у меня есть масло. Поэтому переворачиваются они легко и просто силиконовой лопаточкой. Что я буду делать? Ну, первый у меня сильнее зажарился, остальные я зажаривать сильно не буду. Так. Это у меня уже пойдет третий блин. Еще меньше можно наливать. Но сейчас я наловчусь и буду печь уже, выпекать как положено. А вот после того, как на Руси было принято христианство, появилась такая масленичная традиция. Да, и одна из них гласила, что первый блин должен готовиться, должен быть посвящен умершим предкам, умершим родственникам. И согласно этимологии, Ком в то время означало горечь утраты. И говорили, что первые блины вставали комом в горле. Ну, блин же у нас ритуальное такое считалось блюдо. Поэтому вот таких два значения, два происхождения этого блюда. Естественно, раньше их пекли в печи, на сковородках чугунных. Печь топили исключительно березовыми травами. Но сегодня мы это делаем на сковородке с антипригарным покрытием на газовой плите. Смотрите, легко, можно даже вот пальчиками взять и перевернуть. Все. Я их опять же не зажариваю. Так, сейчас, перед тем, как вылить тесто на сковородку, я вот так половничком перемешиваю. Беру опять тесто, ну, поменьше надо взять, чтобы был совсем тоненький блин. Выливаю. Растягиваю по всей поверхности сковородки. И выпекаем тонкий налистничек. Можно чуть-чуть сделать огонь громче, с тем, чтобы быстрее этот процесс шел. Но я не хочу их зажаривать, мне надо, чтобы они были светленькие. Опа, готово. Вот у меня какой прозрачный рука видна. Абсолютно тоненький, прямо как лист бумаги. Очень эластичный, абсолютно не рвущийся. Посмотрите, какой он тугенький. Как раз вот налистник, который служит для того, чтобы его заворачивали. Начинку я всегда кладу на вот эту сторону, на тыльную. И тогда вот с лицевой стороны получается гладкий, блестящий, красивый блинчик. У меня шло быстрее, я включила вторую сковородку. И просто переворачиваю этот блин на ту. И вот так вот у меня дело пойдет гораздо быстрее. Так, это снимаю. Вот так. И сюда. Так дело пойдет гораздо быстрее. Можно было бы печь, выпекать, выливать тесто на двух сковородках, но они получатся просто разные по размеру. Поэтому одну сторону на одной, вторую сторону на другой. Красавчик же. Глянцевый, прозрачный. Рука видна. Тоненький. Красивый, красивый. Все, снимаю. Комом. Опа. Ну, бывает. Чуть-чуть не попало с первого раза. Ну что, так на двух сковородках у меня дело движется гораздо быстрее. Вот мои комы. Мама медведица и маленький медвежонок из румынского городка Савата. Озеро Урсу, что значит медведь. Смотрите, сколько названий. Да, медведь, ком, комы. Урсу. Получили уже такую стопочку красивых блинов. Ну, вон еще сколько у меня теста для них. Я смотрю блогера из Америки, Елену. Вот, которая с кубинцем жила. И сейчас она находится в состоянии... Ну, не знаю, каком. С ним не важно, но... И она там пекла блины для ресторана, для магазина русского в Майами. И вот она пекла на шести, на десяти сковородках. Конечно, я хочу сказать, что это геройский герой. Я тут вот на двух справляюсь, конечно, но надо так шевелиться быстренько. Не знаю, смотрит ли меня Лена, но она, конечно, геройский герой. А я так. Для домашнего застолья пеку блины. Ну, масштабы у меня тоже впечатляющие, я вам хочу сказать. О, с пылу, с жару. Комом. Ну что, вот такая вот стопка блином получилась моим комом. Мишка. Вот какая красота. Абсолютно прозрачная. И рука просвечивается. Тоненькие. В то же самое время эластичные блинчики, пригодные для того, чтобы их фаршировать. У меня тут остался небольшой кусочек, так спекся. Не знаю, кто это такой носатый. Я хочу его попробовать, это последний просто. Я уже говорила, эти блины, они предназначены в основном для того, чтобы их начинять, фаршировать. Так вот, начинку я кладу на вот эту тыльную сторону с тем, чтобы лицо было глянцевое. И бабушка когда-то делала вот такие вот налестники, заворачивала их трубочками. Затем они складываются в форму. Каждый шар, каждый слой перекладывается слоем сливочного масла и запекается в лучшем случае, в идеале, в печи. Но, естественно, в духовке. Мы же с мамой делаем таким образом. Таким вот роликом, он у меня тоже ему, я не знаю, сколько лет. Наверное, с тех пор, как я замуж вышла. Режем вот так их на 4 части. Ну, можно ножом, но роликом просто фигурно получается красиво. Теперь, в середину, вот сюда, на краешек, кладется начинка. Вот так вот заворачивается. Конвертиком. И получается вот такой вот милый, маленький, вкусный блинчик. Но, но это уже совсем другая история, которая будет, возможно, в другом видео. А вам хочу пожелать, чтобы ваш день был обязательно добрым, независимо от всяких обстоятельств жизни, от погодных условий и от всего прочего. Всем пока-пока!